Это сейчас, чтобы увидеть легендарную реку Кутеенко в Орше, нужно спуститься во враг. Ну а когда-то в 17 веке в честь нее назвали целую православную обитель. И уже в сентябре 2023 года свято-богоявленский Кутеинский мужской монастырь отметит свое 400-летие. А если конкретнее, то буквально через несколько дней, 19 сентября, исполнится ровно 4 века, как была основана эта древняя православная обитель. В 1623 году был дан фунтуш, а другими словами, пожертвование, и землю местечка Кутейна были выделены под строительство монастыря. Имя благодетеля – пан Богдан Ститкевич, активный член православного братства и строгий поборник веры. Наибольший расцвет обители приходится на середину 17 века. Именно тогда киевский митрополит Петр Могила осветил главный престол. И Кутейнский монастырь становится крупнейшим культурным и духовным центром на территории Беларуси. Известным как Лавра. Вот этот храм, в котором мы сейчас находимся, храм также сохранил свою историческую ценность. Он все стены полностью не тронуты, только реставрирован. Сохранились также и фрагменты оригинальной кладки пола 17 века. Однако не только это представляет собой ценность. Есть тут и другие чудесные объекты. На данный момент мы имеем чудотворный уже список Аршанской иконы Божьей Матери. По преданию, оригинал Аршанской иконы был явлен именно здесь, на территории монастыря. Вот этот список, также есть еще версия, что он был написан в Иерусском монастыре на Валдае нашими иконописцами. Вот именно в такой живописной форме. Ну и другое, что это список приблизительно 18-19 века. Список этот неспроста называют чудотворным. Существует не одна волшебная история исцеления людей, которые просили Аршанскую Матерь Божью о помощи. Многие предметы церковной утвари, оклады для икон, декоративные резные украшения храма когда-то делались здесь же, в монастыре. Ведь он славился своими мастерами – резчиками по дереву, керамистами, граверами, иконописцами. Часть духовной жизни мастерства, конечно, мы стараемся продолжить. Нам очень интересна и традиция, та, которая была в то время. В данный момент ремесленные мастерские кутейна, так они и называются, продолжают деятельность древних мастеров. Это в первую очередь по иконописи, резьбе по дереву. И как не сохранить традиции тех, кто изобрел в свое время новые приемы техники прикладного искусства? Взять, к примеру, прорезную резьбу – особую технику местных мастеров. В свое время они привезли ее и в Россию. Русский царь Алексей Михайлович в 1656 году, посещая Кутейнский монастырь, высоко оценил талант наших умельцев, а некоторых даже забрал с собою. А потому, будете в оружейной палате Кремля или Коломенском дворце, знайте, к ним приложили руку и оршанские мастера. Века сменяли друг друга, и начиная с 1993 года Кутейнские мастера вновь заработали в полную силу. Кстати, перед вами иконостас, в точности восстановленный руками уже современных умельцев Кутейны. Нас знали в России, начали приглашать туда. И в данный момент у нас за эти 30 лет работы, начиная от северной столицы Санкт-Петербурга, кончая Сахалином, начиная от Вологды, кончая Украиной, где тоже есть работы наши. И пришлось поучаствовать в восстановлении, в создании храмов. А не пора бы нам от истории перейти к практике. Я так понимаю, что это часть материала, из которого, собственно, потом изготавливают прекрасные алтари и прочую резьбу для церквей. Мы пришли к тому, что весь процесс должны делать сами, начинают распиловки. Что ж, с материалом разобрались, идем дальше. А расскажите на примере вот этой иконы Аршанской Божьей Матери, как пишется икона? Все иконы пишутся на досках. Доски – это клееные щиты липовые. Далее они покрываются специальным составом – левкасом. Что за состав? Левкас – это в основном или рыбий клей, или желатин на основе мела. То есть все натуральные. Затем, если работа эта предполагает, наносится гравировка. Для этого существуют различные стихеля, ножики. Как этому научиться? Красивые. Научиться захотите. Я хочу! Ну, прежде всего, надо подобрать рисунок. Зато мы этот рисунок нанести на доску. То есть обязательно нужно при помощи карандаша, то есть это не по наитию, лобзиком. И только после этого уже надо пройти стихелем, пройти с этим самым. Лобзиком. Точно, по рисунку, чтобы нигде не сорвалась. А вы дайте, пожалуйста, ей лобзик, она так видит. Не сорвалась рука. Имейте в виду, исправить царапину уже будет никак нельзя. Поэтому дело это не просто ответственное, а архиответственное. Ты слышала, что если рука сорвется, то все, ты испортишь икону, исправить это нельзя? Да, перези руку нельзя держать, поранитесь. Потому что напряжение. Кажется, этот момент достал. Знаете, я считаю, что это марианский стиль. Затем самая дорогостоящая часть работы – покрытие золотом. Продается вот в таких вот книжечках. Танчаешься. Это золото? Да. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну, вот так вот опытным путем некоторые из нас узнали, что означает позолотить ручку. Переходим, собственно, к самому процессу росписи. Икона старорусская или, как говорится, каноническая, да, пишется минералами. То есть продаются вот такие тертые минералы. В данном случае это гематит, уксил железа, который тоже природный материал. Потом это собирается, и уже кистями, красками пишется полевкасу. Ах, как красиво! На этом удивительные факты о Кутеинском монастыре не заканчиваются. Здесь когда-то располагалась одна из самых знаменитых типографий 17 века. Первый наш игумен Иоанн Труцевич, он был высокообразованным человеком по тем временам. И он понимал, что просвещение без книги, ну, никак невозможно. Поэтому он разговаривает с нашим ктитором, с нашим благодетелем Богданом Стецкевичем о том, что здесь надо открыть типографию, чтобы печатать книги. Известный просветитель и литератор 17 века, педагог Великого княжества Литовского. Спиридон Соболь принимает его приглашение. В 1630 году он приезжает сюда, в Кутеинку, и привозит часть своего оборудования. Так начинается история белорусского букваря. В 1631 году он издает букварь. Слово «букварь» – это, ну, как бы его идея, потому что раньше назывались книги азбуками. Он стал настоящим бестселлером своего времени, был издан тиражом в 35 тысяч экземпляров. По тем временам это было ошеломительной цифрой. По нему учились грамоти на территории современных Беларуси, России и Украины. Узнать обо всем этом и даже больше можно в миниатюрном музее, открытом на территории монастыря. Здесь же хранятся древние экспонаты, найденные при раскопках на его территории. Восхищайтесь своими, любите свое – это так просто!